Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 32 года, живу с любимым человеком. Раньше жила с родителями и много времени проводила с мамой. Летом ездила к ней на дачу, теперь не езжу, потому что чаще всего разговоры приходят к недопониманию. У мамы одни ожидания от меня. Она хочет построить дом и всячески напоминает об этом. Чтобы я и мой парень тоже стремились и делали эпо. Честно, меня это грузит. Несколько лет я поэтому не езжу к ней вместе, чтобы не поссориться. Но мне от этого сложно морально давить на меня эту мысль. Родителям мы помогаем, делаем все, что просят, но лично на меня мама пытается давить. Подскажите, как самой для себя решить этот вопрос? Просто не думать об этом не получается, виню себя. Ну, а вот за что вы себя, собственно, вините, ну вот вообще в целом? За что вы считаете себя виноватой? Вопрос для себя самой прорабатывать лучше всего, конечно, в процессе психотерапии, потому что вина это, ну, вы, вероятно, живете в чувстве вины довольно долго, если не сказать, что может быть всю жизнь. Да, то есть, может быть, вполне воплоть, что всю жизнь ваша мама пытается на вас давить, всю жизнь она, может быть, это делает, в смысле давит на вас всю жизнь. И, ну, вот, думать о том, что вы, вот, как-то, легко для себя этот вопрос решите, думать. Вот, ну, наверное, было бы не совсем корректно, потому что вы привыкли так жить, вы, скорее всего, имеете определенную, так скажем, вторичные выгоды от этого. От того, что вы себя извините, вот, я, конечно, не знаю, какие именно вторичные выгоды вы для себя имеете, потому что, ну, тут разные могут быть истории, разные могут быть ситуации в зависимости от особенностей личности, от особенностей отношений между вами и, например, вашей мамой, да, но, как правило, подобные, вот, имеют определенную структуру, структуру вторичной выгоды. Поэтому я бы все-таки обратил бы ваше внимание в первую очередь на то, а за что вы, собственно, вот чувство вины-то испытываете перед нами. То есть, вот она говорит, что хочет построить дом, прекрасно, а при чем здесь вы, вот, а вы сами хотите построить дом или что, или вы считаете себя ей обязаны, как это работает у вас, как работает механизм в данном случае появления чувства вины, вот. Я, честно говоря, не очень этот момент уловил. То есть, вы просто говорите, что на меня эта мысль давит, вы просто говорите, что вы себя вините, вы просто говорите о том, что у вас не получается об этом не думать, вот. И я вас понимаю, но как конкретно это происходит, не совсем понятно. Вполне вероятно, что вы в целом, в какой-то степени, на мой взгляд, вероятно, не привыкли брать ответственность на себя. За то, что происходит непосредственно с вами. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, что вот мама, например, чего-то хочет от вас. Ну, допустим, она хочет построить дом, к примеру. И вы такое впечатление, что не отделяете в данном случае то, чего хочет она, от того, что хотите вы. Ну вот, не отделяете и всё. А ведь это довольно важный момент. Чтобы вы понимали, что те, где вы, а где мама. Почему вы этого не делаете, возникает вопрос. Вот это очень хороший вопрос. На мой взгляд, вы этого не делаете, потому что считаете, что должны свои мамы. Вот, она для вас столько всего делала, она для вас, она вам столько, не знаю, помогала. Например, она для вас столько всего, столько старалась. Вот, она жертвовала, может быть, собой. Вот, как же теперь вы, вот, ну, как бы ей, да, откажете там и так далее. Вот. Мне кажется, что, скорее всего, какая-то такая примерная история получается. И вот послушайте в данном случае сами себя. Послушайте в данном случае, так ли это на самом деле. Спросите себя, так ли это на самом деле. Если это так, то вот вы получили за себя только-только что направление, скажем так, направление для психотерапии. Вот. Как раз таки. Вот в этом направлении вам как раз таки можно двигаться в контексте работы над собой. Вот. Если, конечно, если, конечно, вы в этом заинтересованы. Ну, просто я пока не знаю, вот, заинтересованы ли вы в этом или нет. Да, я пока не знаю, знаете, хотите ли вы работать над собой в данном случае или нет. Но вариант такой совершенно как бы вот очевидный, я бы так сказал. Дальше. Что вы сами хотите. Ну, вообще вот так вот если глобально по жизни. Что вам самой интересно? Что вам самой хотелось бы или хочется? Вот. На это тоже постарайтесь, попытайтесь обратить свое внимание. Это тоже весьма, 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 весьма важный момент, на который вам имел бы смысл обратить свое внимание. Вот. Потому что то, что происходит, может быть, в какой-то степени следствием того, что вы просто не очень знаете, не очень понимаете, в какую сторону вы сами, вот, хотели бы двигаться. Вот. Так бывает, бывает так довольно часто, когда человек, вот, ну, в какой-то степени себя теряет, вот. Ну, это достаточно эффективно корректируется, достаточно эффективно поддается психотрафии. Следующее. Чувство вины возникает, как правило, когда пренебрегает личными, личными границами. Вам, вот, стоит спросить себя, а как часто я позволяю своей маме нарушать мои личные границы? Как часто я позволяю ей что-то, что, что, ну, например, я сама не хочу, допустим. Вот, что вы говорите, например, что мы, ну, что вы с мамой можете, там, например, поссориться, да? Так, а, вот, интересный момент, вы говорите, что вы можете, ну, вот, вы с мамой можете поссориться. Интересный момент, а какой вы, вот, конкретно, вы в университете вклад в ссору? Вот именно вы. Ведь без вас не было бы конфликта, без вас не было бы ссоры. Да, соответственно, возникает вопрос, как бы. А, какой вы внести вклад в ссору? Если вы делаете шпопа, дай бы, вот, как раз, с мамой ссориться, не обязательно, что вы это делаете специально. Но если вы, вот, вносите какой-то вклад в конфликт, в ссору, то это вопрос, в первую очередь, к вам. Какой вы именно вносите вклад в ссору? Это тоже про личные границы, про снижение, коммуницировать и так далее. Следующее. Как вы относитесь к ожиданиям своей мамы? Вот. Как вы относитесь к тому, что, например, вы ей, вот, помогаете? Ну, то есть, вы, вот, пишите, что, вот, помогаете, что, вот, ну, что, вот, вы делаете все, что они просят. Ну, я так, я так, полагаю, что делаете все, что просят они, ну, вас, как-то, да? Вот. А опять же, здесь возникает вопрос, а хотите ли вы, вот, помогать? Или, всегда, любые, да, помогаете, когда хотите. Вот. Или, может быть, вы, ну, не хотите, помогать, но все равно помогаете. Это очень важный момент. Как мне кажется. Вот. В целом, я бы, конечно, на данный аспект обратил бы ваше внимание, как на основополагающие. Вот. А на момент это работа с долгом желанием угодить маме, и, в целом, с некоторой такой вот, я бы сказал, неуверенности, возможно, вашей в себе это чувствуется, так скажем, чувствуется достаточно сил. Дальше уже можно говорить, конечно, о, ну, о более глубинной, может быть, проработке того, что вас беспокоит, того, что вас волнует. Вот. Пока бы делать я этого не стал, потому что слишком, на мой взгляд, мало информации вы дали о себе. Я так же думаю и о том, что тема дома не так просто вызывает у вас вину. Возможно, вы сами чего-то в этой идее дома хотели быть. Но по ряду причин, а как бы считаете это проблематично. То есть, может быть, вам нравится не сама идея, там, дом построить, а может быть, вам нравится больше идея какой-то безопасности или какой-то надежности, то есть, в принципе, то, что и хочет ваша мама только немножко под другим углом. Здесь очень важно то, как вы демонстрируете маме свою позицию и насколько сильно вы хотите ее одобрения. Вот. Понимаете? Потому что, если вы хотите ее одобрение довольно сильно, если вам нужно ее одобрение весьма ощутимо, вот, то нет ничего удивительного, что вы 40. То есть, необходимо учиться, вот, именно необходимо учиться, взаимодействовать с мамой, не желая получить от нее одобрение. Вполне возможно, что вам это вот прямо сейчас довольно тяжело сделать, и вполне возможно, что прямо сейчас этого сделать вообще и не можете даже. вот. Но, тем не менее, работать вот в этом направлении, в направлении именно того, чтобы перестать, ну, как бы ждать, да, ждать одно видео, самое доброе, самое доброе. Это очень важная, как мне кажется, деталь, на которую вам имеет смысл обратить свое внимание, ну, по крайней мере, так это видится мне. Вот, конечно, я тут, эм, 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 ну, могу быть не прав, конечно, конечно. Вот. Вот, в принципе, то, что хотел я вам, наверное, сейчас сказать, о, эм, ну, с точки зрения, вот, психологии, да, с точки зрения, с точки зрения, с точки зрения, вот, психотерапии и так далее. Ну, по моему взгляд, это, ну, довольно, э, важно все эти моменты, о которых я пытался вам сейчас рассказать. Вот, ну, естественно, дальше решать только вам, естественно, дальше решать только вы. А, вот, самостоятельно, самостоятельно, ну, вы себе вряд ли сможете помочь, вот, э, вы бы, вы бы уже, чтобы, помогли бы в таком случае, вот, поэтому я бы особо не надеялся бы на то, что вы сможете сами себе, э, помочь. Я бы все-таки воспользовался бы, э, помощью специалистов. Вот, ну, и решать только вам. В этом все. Надеюсь, что, э, помог вам, буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Э, желаю вам всего самого доброго и удачи. ПО